Институт геологии и нефтегазовых технологий еще один юноша в составе Казанского федерального. В новом формате институт начал работу в 2011 году и при этом ему уже удалось заявить о себе на весь мир. Сегодня ИГИНТКФ признанный лидер по подготовке специалистов для нефтегазовой сферы. И статус выпускника этого института гарантирует стопроцентное трудоустройство. Наши выпускники востребованы колоссально, потому что я могу сказать так, что за ними в принципе стоит очередь. То есть приезжает каждый раз, каждую неделю, буквально последнюю неделю приезжают компании, выступают, агитируют. Во-первых, это, конечно, Татнефть, это нефтегазозабывающее управление Татнефти. Сегодня мы проводим очень большую работу с Татнефтью в области разработки высоковязкой нефти, сверхвязкой нефти, так называемой, или природных битумов. В этой области очень много предложений. Лукойл, Роснефть, Газпром, Газпромнефть, то есть, ну, Сургутнефтегаз. То есть практически все крупнейшие компании России, они приходят к нам за выпускниками. Секрет такой востребованности выпускников и ГИН заключается в принципиально новом подходе к образовательным программам. Дело в том, что институт активно сотрудничает с реальным сектором. Сегодня остро стоит вопрос внедрения в нефтегазовую сферу инновационных технологий и методов. Их разработкой и занимаются в Институте геологии и нефтегазовых технологий, параллельно готовя специалистов, которые будут владеть этими технологиями в совершенстве. «Россия – страна ресурсов. Не надо говорить, что мы на ресурсной игле сидим. На самом деле Россия очень богатая страна, и мы должны этим богатством правильно распоряжаться. Мы должны его сохранить для потомков, и сегодня использовать для обогащения нашей страны, людей наших, чтобы люди наши счастливые, счастливые, здоровые были. И для этого, конечно, нужно знать, как это делать. Мы этому учим. Кстати, поступить в Институт геологии и нефтегазовых технологий не так сложно, как кажется. Чтобы пополнить ряды будущих геологов и нефтяников достаточно крепкого желания и немного романтики. Конечно, мне хотелось бы, чтобы ко мне пришли ребята, которым нравится геология, которым нравится природа, которым нравится путешествовать. Понимаете, вот люди романтики говорили раньше, вот в 60-е годы геология была романтической специальностью. Конкурс был бешеный просто совершенно. Люди шли валом там, да, и действительно была такая гитара, костры, костер там, да, тайга, комары. Сегодня это никуда не исчезло на самом деле. Это все есть, все существует. Узнать об Институте геологии и нефтегазовых технологий КФО более подробно вы сможете на сайте приемной комиссии КФО, а также посмотрев записи интервью с Данисом Наргалиевым на нашем телеканале. Александр Александров, Ильшат Хусаенов, Универньюз.